Государственно-частное партнерство является важным инструментом привлечения инвестиций для развития экономики. В регионе в частные руки переданы несколько государственных школ. Депутаты постоянной комиссии областного маслехата побывали в Кызылжарском районе, чтобы ознакомиться с результатом этой работы. О преобразовании образовательных учреждений расскажет Наталья Аитова. Образовательное учреждение в селе Петерфельд изменилось до неузнаваемости. Все инвесторы вложили средства в его реконструкцию и оснастили современным оборудованием. Совместно с Назарбаев интеллектуальной школой повышают квалификацию сельских педагогов и применяют передовые образовательные технологии. Сумма инвестиций – четверть миллиарда тенге. Конечно же, есть результаты. Например, качество образования. На ближайшие три года мы ставим 60-65-70%. То есть каждый раз повышать качество образования. И если уже сравнить с прошлым учебным годом, мы уже, в принципе, достигли своих результатов. Уже по качеству образования мы видим, что есть прирост качества образования. Также показателями, что повысилось качество образования, можно показать, что наши дети участвуют в различных проектах. Это первая в стране государственно-частная сельская школа. Модернизация учебного заведения положительно сказывается на успеваемости школьников. 270 учеников имеются нулевые классы. В планах открытие пришкольного интерната, где будут учиться дети из близлежащих сел. Благодаря этому проекту уровень образования в селе вышел на новый уровень. В этом депутаты убедились лично. Установили все новые оборудования, дети имеют возможность получить образование такое высшее, чтобы потом они в будущем могли действительно эти знания, которые они здесь получили, применить в будущем в своей школе оборудование, новые технологии, бесплатное питание у детей. Дети имеют возможность учиться не только здесь, а получить еще дополнительное образование. Еще один успешно реализованный проект в рамках ГЧП – ТО «Бискольская школа-колледж». Одной из главных концепций учреждения – предоставление рабочих мест. Данный проект гарантирует стопроцентное трудоустройство студентов колледжа на одном из предприятий-партнера. Инвестиции компании «Радуга» вложено более 300 миллионов тенге. На эти средства проведен капитальный ремонт помещений и обновлена материально-техническая база. Депутаты ознакомились с условиями обучения как школьников, так и студентов. В первой выпускнике среднеспециального учреждения, а их на сегодняшний день 17, уже трудоустроены. Хотелось бы очень, чтобы у нас в дальних районах, которые мы обязательно в целях своей программы будем посещать, чтобы у нас было побольше школ, которые будут именно в государственном частном партнерстве, потому что это принесет, я думаю, свои плоды и это имеет место сегодня быть. В планах передача еще трех сельских школ области в доверительное управление для модернизации и эксплуатации. Наталья Итова, Адиль Нуржанов, Служба новостей.